МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Университета дружбы народов Владимира Францевича Станиса всегда будет жить в сердцах тех, кто учился и работал в интернациональном коллективе университета. 12 июля 2014 года Владимиру Францевичу исполнилось бы 90 лет. Ключ знаний от всех дверей нашего университета, от всех сердец ваших уважаемых учителей, профессоров, преподавателей, рабочих, служащих от наших сердец. АПЛОДИСМЕНТЫ Значение того, что сделал для университета дружбы народов Владимир Францевич Станис, очень трудно переоценить. И поэтому действительно первый раз слова эпохи Станиса я сказал в первые минуты после своего избрания ректором университета, предложив в ту же минуту за эти выдающиеся заслуги избрать Владимира Францевича первым президентом нашего университета. За ним, за его плечами многие-многие хорошие дела. Это здания, сооружения, которые строились тоже при нем. И все-таки я отмечу, что важнейшим достижением является создание такого коллектива университета, который продолжал в течение десятилетий, затем быть одним из лучших в Российской Федерации. И не случайно уже в 93-м году наш университет занимал третье место среди всех университетов Российской Федерации по рейтингу министерства. Владимир Францевич Станис родился в 1924 году в городе Нежине, Черниговской области, Украинской ССР. Отец – военнослужащий, мать – учительница. До девятого класса Владимир Станис учится в школе в Харькове. В феврале 1942 года он уходит в Красную армию. С марта по июль был курсантом 2-го Киевского артиллерийского училища, затем стал офицером и участвовал в боях на Сталинградском и 2-м Прибалтийском фронтах. Его подвиги отмечены боевыми орденами Красной Звезды и Отечественной войны 2-й степени, медалями за оборону Сталинграда и за победу над Германией в Великой Отечественной войне. Мы не произносили слово героизм, патриотизм. Просто знали, что лично каждый и все вместе должны выстоять. В этом смысле мы были похожи друг на друга, работали, честно выполняли свой долг, свое дело. Обычная работа на войне. Она закончилась для меня в Прибалтике в апреле 1945 года. Интервью Владимира Францевича Станиса, газета «Московский комсомолец». Воскресные встречи. 2 марта 1986 год. После демобилизации из армии Владимир Францевич поступает на экономический факультет МГУ имени Ломоносова, который оканчивает с отличием в 1950 году. Работает ассистентом, преподавателем, доцентом кафедры политэкономии МГУ, председателем правкома МГУ. Впоследствии переводится на партийно-политическую работу в Алтайский край. Владимир Францевич Станис никогда не был равнодушным человеком. Его отличала активная жизненная позиция, и он всегда занимался общественной работой. В течение ряда лет Владимир Станис – секретарь партийного бюро отдела науки и учебных заведений ЦК КПСС, заместитель министра высшего и среднего специального образования СССР. Был депутатом Моссовета, делегатом трех партийных съездов, участвовал в работе различных общественных организаций. Но самый большой и значимый отрезок жизни Владимира Францевича Станиса связан с Университетом Дружбы Народов имени Патриса Лумумбы, ректором которого он был назначен в декабре 1970 года. Совет министров СССР, постановление от 3 декабря 1970 года, номер 967, освободить товарища Станиса Владимира Францевича от обязанностей заместителя министра высшего и среднего специального образования СССР и утвердить его ректором Университета Дружбы Народов имени Патриса Лумумбы и членом коллегии Министерства высшего и среднего специального образования СССР. Председатель Совета Министров СССР Косыгин, управляющий делами Совета Министров СССР Смиртюков. Наш коллектив работал и под его руководством, и вместе с ним. И ведь целый ряд поколений, ведь десятки тысяч преподавателей, студентов, как наших советских, российских, так и иностранных, были подготовлены в период его ректорства. Это была, скажем так, эпоха обновления. Почему? Все-таки те задачи, цели, которые были поставлены на первые десятилетия, они были выполнены. А здесь уже и опыт накоплен был, и университет оправдал свое доверие. Этим было подтверждено в 1975 году вручение Мордина Дружбы Народов. И нужно было двигаться дальше в плане расширения университета количественного и качественного, международного признания, повышение качества преподавания, вот на что было обращено внимание. И руководители братских партий, они просили расширить прием. А расширение приема требовало, конечно, и финансов, и увеличение количества состава преподавателей. Мы не только готовим высококвалифицированных специалистов, но мы и воспитываем наших ребят как патриотов своих стран, как людей, преданных делу своего народа. Мы воспитываем их как интернационалистов, борцов за дружбу между народами, борцов за мир во всем мире. Владимир Францевич Станис руководил университетом до 1993 года. Затем был избран на должность президента РУДН. По результатам многолетней трудовой деятельности он был награжден Орденом Дружбы Народов за успехи в деле подготовки кадров и специалистов для стран Азии, Африки и Латинской Америки, Орденом Почета и еще большим количеством наград. Можно сказать, что наш университет здесь сегодня крупный, современный научный и учебный центр. Каковы факты, цифры? Весь коллектив университета насчитывает 9,5 тысяч человек. У нас 6300 студентов из 100 стран. 100 стран у нас сегодня представлено. В университете работает 1200 преподавателей, в том числе 120 профессоров-докторов наук и около 600 доцентов-кандидатов наук. С 1983 года до самой смерти он возглавлял кафедру политической экономии экономического факультета Университета Дружбы Народов имени Патриса Лумумбы, а впоследствии Российского университета Дружбы Народов. Это была на самом деле эпоха, когда в университете работала в хорошем смысле команда под управлением Сталинса. И большая часть решений, которые принимались, по крайней мере настолько, насколько я мог наблюдать, будучи доцентом, кайфтором, секретарем партийного бюро факультета экономики и права, вот решения принимались на основе глубокого анализа каких-то материалов с последующими выводами и предложениями по решению того-либо вопроса. То есть вот с наскока вопрос никогда не решался. За свою многолетнюю педагогическую деятельность Владимир Станис подготовил тысячи специалистов, работающих сегодня более чем в 160 странах мира. И в каждом из них есть частицы сердца Владимира Францевича Станиса. Своим студентом он прививал ответственное отношение к избранному делу, учил не сдаваться и доводить начатое до конца. Этот человек действительно имеет большое значение для университета, поскольку он не просто руководитель административного делу. А вообще это друг, учитель, и это как отец для всех студентов. Владимир Францевич нас всегда побатриял, всегда он вдохновлял, он всегда говорил, что вы наше будущее, которое мы считаем, говорим с другими, молодыми, что вы наше будущее. Конечно, будущее создаётся самыми людьми, которые практически действительно хотят этого создавать. И мы всегда были такие оптимисты, всегда были очень такие вынимательные в отношении с себе, в отношении с людьми, в отношении своей профессии, что мы практически концентрировали полностью о своём сознании, как глубоко учиться, как больше учиться, как больше воспользовать те возможности, которые нам дали университеты. Он провозгласил в университете культ учёбы. А что такое культ учёбы? Это и слёты отличников, это и встречи с нашими крупнейшими учёными, это прежде всего работа научного студенческого общества и, конечно, хорошая успеваемость. То есть всё служит для того, чтобы человек вышел из стены университета большим специалистом. Тот базис, тот фундамент, который был заложен, Владимир Францович, он позволил университету выстоять, позволил университету стать самостоятельным, независимым, я имею в виду в полном смысле этого слова, прежде всего в финансовом отношении ВУЗУ. И будем вполне современным и международным. Но все основы этого, и международности нашего ВУЗУ, и интернационализма, который всячески проповедовался и, в общем-то, был достигнут вполне университет, это, конечно, дело рук Владимира Францовича, ну и, конечно, тех, кто с ним работал. Среди его учеников и бывший министр образования Российской Федерации, а ныне ректор Российского университета дружбы народов, академик Российской академии образования, доктор физико-математических наук, профессор Владимир Михайлович Филиппов. Владимир Францович был выдающимся все-таки педагогом-руководителем. В плане воспитания, подчеркиваю, не только студентов, но и руководителей университета. У него было какое-то в хорошем смысле слово такое организационное чутье на молодых людей, которых он смело выдвигал на различные должности в университете. И не случайно тогда среди руководителей университета очень многие были в возрасте от 30 до 40 лет. Они уже были, подчеркиваю, руководителями университета, включая многих ныне работающих здесь в университете деканов и проректоров, которых тогда распознал, впервые заметил и поддержал Владимир Францович Станец. Я бы сказал, что нашему университету очень повезло то, что было и есть всего три ректора. Поэтому у каждого из этих трех ректоров была возможность прописать свою стратегию развития университета и реализовать эту стратегию. Вот наш первый ректор Румянцев, как вы понимаете, он создавал университет. Владимир Францович его развивал. Миссия нынешнего ректора Владимира Михайловича Филиппова – это в сложные 90-е годы нужно было устоять при переходе к рынку экономики нашей страны и всей жизни. И вот в сегодняшних уже в новых родничных условиях развивать. Владимир Францович Станец был и прекрасным семьянином. Они с женой воспитали троих детей и троих внуков. Очень активный, всегда глаза такие ясные. И вот я когда на небо смотрю, и вот этот цвет неба вот сейчас, да, вот если посмотреть на цвет неба, вот именно такого цвета у него были глаза. Ясные, вот светлые и очень, ну, цвет необыкновенно небесно-голубой, такой очень красивые глаза были. И они всегда с добром, с любовью, с нежностью, с такой отеческой лаской, да. Вот рядом с ним, да, чувствовал себя тепло, уютно, гармонично. Эпоха Станеца была эпоха строительства университета, эпоха очень доброго отношения к студентам. Такая, знаете, это эпоха молодости, но такое уже не отрочество, когда, ну, понятно, отроки мы все те еще, а уже именно вот такой молодости, когда все были полны задором, вообще было здорово, и все праздники проходили вместе, свадьбы были вместе, новые года были вместе. И вот он лично считал необходимым, он поучаствует почти во всем. Студенты университета дружбы народов проходят великолепную школу жизни в коллективе, представляющем в миниатюре почти весь мир. Редкая и счастливая возможность. В стенах университета царит атмосфера дружбы и братства, взаимного уважения и взаимопомощи, неприятие любых форм угнетения и порабощения человека человеком. Владимир Францевич Станец о студенческой жизни университета. Университет дружбы, 1980 год. Все вспоминают отеческую заботу. Просто наш ректор, как мы его называем, был очень доступен. Он мог подойти к любому студенту, спросить насущные вопросы. И всегда находили студенты помощь и отплик. Это было великолепное время. И мы и второй отряд ездили. Мы общественной жизнью занимались. Я был генеральным секретарем своего землятистого пакстанского почти три года. Мы ездили в международный фестиваль молодежи студентов в 70-м году в Кубу, и в Берлине, и в Москве. То есть практически такая активная жизнь была наша, что мы до сих пор его просто вспоминаем как самый ясный, самый прекрасный, самый, можно сказать, вдохновленный сон, который до сих пор у нас сидит, и мы все этим чувствуем себя молодым. Университет Дружбы народу. Большое спасибо. Что сколько сделали для развивающихся стран, для студентов. Это просто большое, это целая эпоха, целое воспоминание. Мы говорим эпоха Станиса, это действительно так. С этим именем связано дальнейшее развитие нашего университета. И все люди, соратники, студенты, которые работали, жили, учились в это время, с благодарностью вспоминают Владимира Францевича, потому что многие своей карьерой, своим успехом обязаны этому человеку. Долгая, трудная, многогранная жизнедеятельность Владимира Францевича Станиса – это яркий пример подлинного служения Родине и делу профессиональной подготовки и формирования нового поколения. Все, кому посчастливилось встречаться с этим великим человеком, сохранят в сердце светлую память о нем. А более чем 30-летний период работы Владимира Францевича в университете – это эпоха Станиса, которая навсегда останется выдающимся периодом в истории Российского университета дружбы народов. Надо особо отметить его выдающуюся роль в создании атмосферы доброго отношения прежде всего к студентам университета. На это он настраивал всегда преподавателей, кафедры, сотрудников университета. Студенты его до сих пор любят и помнят по всему миру. Мы можем смело гордиться тем и быть благодарны судьбе в том, что нам довелось жить и работать вместе с Владимиром Францевичем Станисом. АПЛОДИСМЕНТЫ Я бы хотелось вам пожелать, чтобы вы были всегда верны. Идеалом нашего университета. И второе, что я вам говорил, будьте красивыми людьми. АПЛОДИСМЕНТЫ Будьте красивыми людьми. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...